Финал чемпионата мира В этот же день в Ровно прошел полуфинал парного чемпионата Европы. В гонке приняли участие три украинские команды – Россия, Румыния, Австрия. Латвию представляли Леонид Пауэр и Вячеслав Герудский. Несмотря на то, что практически всю гонку три команды шли вровень, наша пара все же смогла опередить своих соперников и пройти в финал. Еще пару сходов у нас тоже был 100 слоев ехал. Последний заезд за первое место. Мне понравилась гонка. Сильных соперников не было. Ехалось легко. Трек мне тут всегда нравился. Доволен всем. Доволен, что попали дальше и выиграли. Насчет соперника наши гонщики немного поскромничали. За одну из украинских команд выступал опытнейший гонщик Андрей Карпов. Финальным заездом проиграл нашему Вячеславу Герудскому. Но радость победы сменилась горечью поражения в Гнездно с заколдованным для Локомотива счетом 41-49. А ведь заветные три очка были совсем рядом. У них в самом деле ситуация была. Ему очень нужна была победа. Они декларировали себя, что они хотят в экстралигу. А здесь при случае поражения на своем треке от нас у них было и проблемно выйти в первую четверку. Поэтому это было видно, что они очень мотивированы, так и бескомпромиссно настроились на эту борьбу. Сразу после гонки спидвейные форумы стали пестрить сообщениями о неспортивном поведении юниора в Незвенской команде Кацпира Гамульски, который неоднократно сбивал на треке наших гонщиков. Под его атаки попали Максим Богданов, Артем и Григорий Лагута, а также Роман Поважный. О нарушениях молодого гонщика старта говорят не только спидвейство, но и руководство нашего клуба. Он именно сбивал, три раза сбивал. Столкнулись мы с ним в юниорском заезде, Артем Лагута с ним столкнулся в том же заезде. И после того он сбил Григория и Романа Поважного. Я даже не знаю, может это от того, что от неопытности больше, что молодой гонщик. В Ненаказанном осталось только два эпизода, когда он нарушил правила во втором заезде с Артемом Лагутой. Лагута и очень важен был заезд для нас. В самом деле мы выиграли 5-1 и может быть даже ключевой. Мы их как бы не доломали. И второй раз неспортивное поведение после финиша с Романом Поважным. В остальных случаях он был наказан. Но этого, думаю, тоже недостаточно. И все-таки одно очко – бонус. Нашей команде удалось добавить свою копилку и закрепиться в первой четвертой лиге. Теперь нам предстоит домашняя встреча с соревновником, которая состоится 1 августа. Затем будет составлен новый календарь. В следующем этапе Лагута предстоит встреча с тремя сильнейшими командами первой польской лиги. Продолжение следует...